Почему я очень много говорю про фичеринг? Давайте поднимем руки, кто вообще мобильный разработчик? Отлично. Надеюсь, все знают, что такое фичеринг. Отлично. Почему рассказываю про фичеринг и почему так много слов про него? Потому что это, пожалуй, самый релевантный и самый мощный инструментарий по продвижению вашей игры. У Индии зачастую нет бюджета. То есть весь бюджет – это собственные силы. Возможно, есть какие-то личные средства, которые вы вкладываете в разработку вашей игры. И зачастую при релизе вкладывать деньги в покупку трафика, покупку каких-то игровых журналов, прессы – нет денег. Именно поэтому подача на фичеринг для многих инди-разработчиков действительно является самой актуальной и самой жизненной темой в продвижении их приложения. Итак, селф-павлишинг или издатель? Я не являюсь протагонистом только селф-павлишинга, потому что есть ряд причин совершенно различных, по которым вы можете выбрать издателя. Я назову только ряд из этих причин. Например, такие, как у вас в целом нет понимания рынка, на который вы выходите. У вас нет средств для того, чтобы зарелизить вашу игру. У вас уже нет моральных сил для того, чтобы заниматься чем-то другим, помимо разработки игры. Вам, может быть, нравится просто разрабатывать игры и не заниматься всякой ерундой типа питчинга, подготовки промо-материалов, снятия видео, локализации и прочими-прочими вещами. Именно поэтому вы пошли по пути нахождения издателя. Может быть, какой-то из издателей вам дал хорошее предложение, фидбэк, и вы заключили контракт. Это тоже хороший кейс, его обязательно стоит рассмотреть. Поэтому если вы выбираете между стов-паблишером и издателем, стоит рассмотреть и учитывать все эти факторы. Я думаю, что ни для кого не секрет о том, что тема конкуренции и выхода на мобильные платформы сейчас крайне актуальна, как никогда. Выходят тысячи игр каждый месяц. Выходят сотни игр каждый новый день. Я думаю, что немногие знают, что у PocketGamer есть интересная статистика, которая собирает количество зарегистрированных приложений за каждый конкретный месяц. Для нас интересен конкретно столбец игры. Вы можете обратить внимание на количество игр, которое было зарегистрировано в каждый конкретный месяц определенного года. Это количество игр, которое было зарегистрировано на App Store, Google Play, Amazon. Несложно почитать, сколько игр выходит каждый день. Только за сентябрь 2016 года вышло 46 тысяч игр. PocketGamer собирает статистику зарегистрированных игр. Понятно, что это не чистая статистика игр, которые выходят в релиз, а тех игр, которые зарегистрированы. Но корреляцию можно заметить плюс-минус. В сентябре самый хайповый месяц, именно поэтому в этот период выходит огромное количество игр. Можете почитать, что в сентябре 2016 года выходило по полторы тысячи игр в день. В апреле, в прошлом, 2017 года, месяц, который прошел, вышло всего 4 тысячи игр. Казалось бы, примерно 100 с чем-то игр каждый день. Теперь есть примерное представление, на каком вы рынке. Примерно 90%, даже 95% игр, которые выходят в релиз, их никто не видит. Добрая половина большинства игроков никогда не увидит вашу игру. 90-95% игр просто как появляются, так и исчезают на просторах маркетов, так и не получив какое-то количество загрузок. Сегодня мое выступление посвящено тому, как попасть в категорию тех 5% счастливчиков, которые могут выделиться, которые могут получить поддержку маркетов, которые могут получить поддержку онлайн-журналов и продвинуться бесплатно на этом конкурентном рынке. Разработка – это лучший момент времени, который открывает для вас массу возможностей. Почему? В процессе разработки вы можете сколько угодно менять вашу игру. Вы можете получать фидбэк на вашу игру. У вас есть огромное количество инструментариев, постоянно ее менять, получать на нее фидбэк. Давайте разберем кейс, когда у вас есть минимальное количество фич и механик в вашей игре. Скажем так, MVV-версия игры. Допустим, у вас есть игра, в которой минимальный набор функционала, вы уже его готовы показывать, готовы шоу-кейсить и показывать всем на конференции, участвовать в геймджемах. Это замечательный период. Замечательный период, потому что есть огромное количество интересных конференций, таких как DevGam, White Nights. Их мы разберем довольно быстро и разберем вещи, которые происходят для новичков, которые происходят для инди-разработчиков, которые помогают продвинуть вашу игру. DevGam. На нем есть замечательное мероприятие, такое как шоу-кейс. Вы можете поучаствовать в шоу-кейсе, показать вашу игру, собрать фидбэк. Есть Speed Game Lating, где вы можете встретиться с огромным количеством паблишеров, запичить им игру и получить на нее фидбэк. Не обязательно вы можете с ними… Алло. Извините. При встрече с паблишерами не обязательно стараться продвигать и запичить вашу игру, но вы можете получить огромное количество фидбэка от профессионалов, людей, которые действительно разбираются в этом. Поэтому Speed Game Dating – это очень важно. Ходите на них. Game Lynch. Вас унизят, разберут ваш кейс, но тем не менее вы тоже получите фидбэк. Это тоже очень полезно. Anti-Lynch. Примерно то же самое, что и Game Lynch, только там еще дадут полезные советы. Это тоже интересно. Плюс вы привлечете дополнительно хайпа к вашей игре. DevGam Awards – это халявные печеньки, девайсы и все прочее. Участвуйте и можете на халяву получить ПС-ку, например. White Nights. Также конференция, которая происходит на просторах СНГ. Довольно хорошая конференция. Там тоже есть примерно те же вещи, про которые я проговаривал. Пойдем дальше. Casual Connect. Для Инди создан Инди приз, конкурс для инди-разработчиков. Среди огромного количества игр можно подать заявку на Casual Connect. И вы можете попасть в финал из 100 игр, выбранных из различных стран. И вас могут пригласить на Casual Connect. Что они предоставляют? Они предоставляют бесплатно два билета на Casual Connect, место для шоу-кейса и размещение. Это замечательно. Это бесплатно. Вы можете участвовать в этом. Также проходит огромное количество региональных событий, региональных джемов. Фотографируйте. Это действительно довольно полезно. Есть Game Gathering Conference, которая проходит в Украине. Game Craft, Game Factory, Game Jam Canobo, про который мы говорили, GTP Indicap. Это все бесплатно. В этом надо участвовать, на это надо ходить. Это может продвинуть вашу игру. Почему в них стоит участвовать? Пойдемся по-быстрому. Это сбор фидбэка, отзывы об игре, позволяет улучшать игры, проводя различные итерации, позволяет оценить оригинальность игры, оценку его, заинтересовать прессу, паблишеров. Паблишеров для того, чтобы опять-таки собрать фидбэк, если вы планируете селф-паблишиться. Собрать и познакомиться с представителями основных игровых платформ, а также представителям альтернативных игровых маркетов. Два пункта. Они крайне важны, потому что об этом я буду говорить позже. Знакомство с игровыми платформами – это очень важно. Есть три ключевых маркета для мобайла. Это ни для кого не секрет. Это Google Play, App Store и Amazon. Со всеми представителями вы можете познакомиться на тех же игровых конференциях. Вы можете с ними познакомиться. Если ваша игра в шоу-кейсе, к вам могут подойти, могут заинтересоваться. Это те контакты, которые являются самыми важными, которые могут повлиять на продвижение вашей игры. Они могут быть ключевыми. Для нас они и были таковыми. Если говорить в контексте App Store. Также пойдем по-быстрому. Вещи, которые не стоит забывать, если вы планируете салф-паблишиться. Это подготовка сайта, пресс-кит, подготовка промо-материалов, локализация, описание, теги, софт-ланш, питчинг и общение с игровой прессой, такими как Pocket Gamer, Torchard и прочими. А также закладывание времени на фичи. Это стоит учитывать. Подача на фичеринг. На Google Play, App Store, Amazon и основные требования. Требования, которые предоставляются игровыми платформами. Я позволил себе выделить четыре ключевых фактора, которые стоит учитывать при подаче на фичеринг. Первое. Качество и оригинальность. Обязательно оценивайте свой продукт. Если вы подаете на фичеринг на Google Play, App Store или Amazon, сравните ваш продукт хотя бы с продуктами, которые выходят на данный момент в маркеты. Сравните свою игру с Monument Valley, Chirmeleon Run, Badland. Вы поймете, о чем я говорю. Игровые платформы ищут оригинальные, красивые, хорошие игры. Об этом не стоит забывать. Локализация. Когда мы выходили в релиз, мы были переведены на 8 языков. На конференции я познакомился с хорошим локализатором InLingo. Друзья нам помогли перевести игру на 8 языков. Это тоже являлось хорошим фактором и предпосылкой для того, чтобы получить фичеринг. Логично предположить, что если вы хотите получить фичеринг, стоит локализировать вашу игру. Стоит учитывать, что когда вы получаете фичеринг где-нибудь, в Индии, а у вас нет хинди и только английский, или вы выходите в Арабские Эмираты, а у вас только английский, это не совсем хорошо повлияет на ретеншн и на оценку вашего приложения. Именно поэтому, если вы планируете масштабироваться, обязательно учитывайте локализацию. Фичи и сервисы. Ключевое. Когда вы выходите на игровые платформы, стоит учитывать сервисы, которые есть на этих платформах. Они предпочтительны и они могут увеличить шанс получения фичеринга. Для каждой игровой платформы они кастомные. Например, App Store. Для App Store я выделил такие фичи, как Game Center, Achievement, Leaderboard и iCloud. Именно они были у нас интегрированы. Также можно реализовывать такие фичи, как реализацию стикеров для iMessage, 3D Touch, Apple TV. Это все очень хорошо. Это стоит учитывать. Google Play. Обязательная реализация Google Play Services. Это сервис, который включает в себя Achievements, Leaderboard, Google Cloud. Без этого 100% 99% вас не зафичерят. Это очень важные фичи. Amazon. Там нет каких-либо вещей критических, но стоит учитывать массовость и широкий охват аудитории. Ваша игра должна быть массовой. Также стоит учитывать мерчендайз, которым занимается Amazon. Период подачи. Желательно подавать вашу игру заранее. Заранее подавать вашу игру, которая уже готова. Почему это важно? Потому что каталоги на фичер формируются за неделю, за две. То есть может получиться так, что вы сделали игру, пишете на фичер, она крутая, но представитель игровой платформы просто ее не подаст, потому что списки уже сформированы, уже поздно, вы опоздали. Поэтому стоит подавать примерно за три, за четыре недели уже готовую версию игры. Контакты. Пройдем по-быстрому. Почему стоит учитывать участие конференций, джемов, всего прочего? Вы можете получить личные контакты с представителями игровых платформ. Это стоит учитывать. Общих форм практически нет. У App Store есть такая форма, она называется App Store Promotion SobakaApple.com. На нее можно писать и подавать на фичеринг. То, о чем я говорил. У Google Play нет формы. Вы не сможете подать на фичеринг. Но у нее есть LXS, об этом я расскажу позже, если успею. Amazon. У них есть также общая форма подачи. Когда вы регистрируетесь на Amazon Developer Portal, Contact Us, General Feedback, вы там вписываете свои данные и можете подавать. Также есть Майк Хайнс, представитель, евангелист игровой платформы Amazon, с которым вы можете вместе сконтактироваться, который может дать фидбэк на вашу игру, что очень важно. Письмо. Просто фотографируйте и записывайте, потому что уже нет времени. Это я сформировал определенный список, у меня часто спрашивают. Пуш. Пишите игровым представителям всего два раза. За 3-4 недели до фичеринга, за неделю до релиза вашей игры. Вышли в релиз, получили фичер, не получили. Где деньги? Не стоит отчаиваться. Подавать на фичеринг можно несколько раз. Когда вы делаете какой-то крупный апдейт, когда вы реализуете какую-то крутую фичу, каждый новый раз вы можете подавать на фичеринг. На фичеринг как Best New Updates. Также можно подавать на фичеринг не только, когда вы реализуете, когда ваша игра в релизе, и вы не получили фичеринг. Если вы верите в то, что ваша игра качественная, если всем вашим друзьям она нравится, продолжайте работать. И если вы делаете крутые обновления, вас обязательно заметят. Подавать можно на фичеринг точно так же, пичить на эти же e-mail и тем же игровым представителям. Даты, на которые стоит ориентироваться, когда вы делаете Best New Updates. Это даты, сезонные даты, на которые стоит ориентироваться, когда вы делаете новые обновления. Помимо ваших крупных обновлений. Здесь стоит учитывать, что это наш road map, на который мы ориентируемся при реализации новых обновлений. Поддержка App Store от… Подытоживая. Пройдемся по-быстрому. Есть, несмотря на то, что очень высокая конкуренция, несмотря на то, что пробиться и зарелизить игру самостоятельно крайне сложно, есть хорошая тенденция поддержка инди-разработчиков самими игровыми платформами. Так, если вы можете заметить, есть отдельная подборка инди-геймс в App Store. При переходе на нее, у нее есть также крупные баннера, картинки, которые поддерживают и обновляются каждую неделю. App Store поддерживает инди-разработчиков. Google Play – аналогичная подборка. Также есть целая категория, посвященная инди. При переходе на нее огромное количество игр, которые они поддерживают и продвигают бесплатно. Есть и AliExcess, на который можно подаваться в ранней версии. Если вы выходите в Soft Launch, можно подать на AliExcess и попасть в каталог, получив при этом бесплатный трафик. Это тоже стоит учитывать. Целый каталог игр, которые еще не вышли в релиз. И Amazon. Майк Хайн – замечательный человек. Он евангелист, он присутствует почти на каждой конференции. Можете подойти, показать ему бета-версию вашей игры. И он, если ему понравится игра, может поддержать хорошим фичерингом при выходе на Amazon. Это стоит учитывать. Подытоживая, самое главное. Если вам нравится ваша игра, вы верите в нее, не будет никаких проблем с ее популяризацией. Поэтому верьте в вашу игру, разрабатывайте ее, и у вас все получится. Спасибо. Спасибо, спасибо большое, Евгений. Все прекрасно. У нас даже есть время на какой-то один вопрос. Хотя я думаю, что здесь все-таки больше про то, что у Жени есть огромное количество знаний в голове. Его надо просто ловить где-то в коридорах, спрашивать, расспрашивать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!